Чуть-чуть не повезло где-то. Ну, наверное, сегодня были «Медведя» чуть получше. В общем, тур прошел хорошо, да. Выиграли. Ну, если брать по двум встречам первую, мы же выиграли 38, намного больше. Ну, состава у нас еще нету одного игрока с основного состава. В общем, ну, в хорошей физической форме сейчас. Чуть-чуть еще не сыграно, есть новые ребята. Ну, все, я думаю, все будет хорошо. Будем бороться, выигрывать. Ну, хорошая команда в этом, сильнее, чем в том году намного. Мы прибавили. Должны выигрывать все. Мы прежнюю игру сыграли. У нас такая задача была. Мы дали младшим поиграть. То есть мы не сопротивлялись. А сегодня уже в хорошем зале, так сказать, мы сыграли. Потому что там мы играли, зал был чуть-чуть поменьше по размерам. И потому стенки рядом, то есть опасно было, в общем, скажем так, бороться. Просто хороший уровень команд на данном моменте. Это финалисты, что БК, что Медведи. Это финалисты прошлогоднего турнира. Команды, которые побеждают, то есть неоднократно, периодически в Украине. Так что это просто хороший уровень команд на данного возраста, я еще раз так сказать скажу. И потому такой хороший напряженный матч. Я смотрю на то, чтобы дети развивались. То есть задача не победить. Это лично мое субъективное мнение. Детский тренер должен воспитывать. У нас, к сожалению, иногда бывает так, что во главу угла ставится победа. А в принципе задача детского тренера, то есть человека, который пришел в зал и работает с детьми, это воспитание, так сказать, подрастающего поколения. Чтобы он играл лет через 5-7. Вот это будет правильно. А если я сегодня побеждаю, а потом игрок пропал, его нет, то это уже неправильно. То есть это мой взгляд снова субъективно.